Знакомство с Белоярским делегацией столицы Югры началось с межшкольного технопарка. И не случайно, ведь представители дипокономики Югры и Организации инфраструктуры поддержки бизнеса в регионе приехали обсудить с местными предпринимателями, в том числе и тему инноваций, а в ее рамках создание центров молодежного инновационного творчества. Впечатления, конечно, очень приятные и интересные. Настолько, что детки сами самостоятельно обладевают навыками, не совсем самостоятельно, но и с помощью учителей. И сейчас мы уже пообщались и рассказали о новом направлении развития предпринимательства. Это создание центров молодежного инновационного творчества. Они схожи по целям и задачам с детскими технопарками, но здесь еще предприниматели смогут осуществлять и предпринимательскую деятельность. Технопарк еще год назад для Белоярского был лишь амбициозным проектом. Сегодня здесь занимаются порядка 420 детей, как на уроках, так и в рамках внеурочной деятельности. Здесь есть лаборатория естествознания, робототехники, развивается и ряд других направлений, например, туризм и краеведение. Задача – учеба и всестороннее развитие школьников. Смысл же идеи центров молодежного инновационного творчества, которые начинают создаваться в Югре, совмещение бизнеса, то есть извлечение прибыли, и обучение детей реальным навыкам работы на том же оборудовании. Своего рода производственная практика, только для школьников. Казалось бы, как это возможно, но один опытный объект в регионе уже есть, и есть еще шесть заявок. В чем специфика работы в ЦМИТах? Вот у него должно быть обязательно оборудование и должно быть помещение. Причем это оборудование, на которое и дается субсидия приобретения этого оборудования, оно должно быть высокотехнологичным. То есть в этих центрах, скажем, когда пишется концепция создания такого центра, предприниматель должен выбрать для себя некое направление, которое будет востребовано в данном муниципальном образовании. Скажем, вот сургутяне, они взяли направление 3D-прототипирование, соответственно, оборудование купили для ребятишек, беспилотные квадрокоптеры, беспилотные авиации, операторы. Валерий Галкин подробно рассказал о механизме работы ЦМИТов, а также затронул тему инновационного бизнеса в целом. То, что инновации прерогатива лишь ученых, миф, сообщил докладчик. В Югре успешно действуют компании такого профиля в самых разных сферах. От приборостроения и IT до ЖКХ и медицины. Это реалии сегодняшнего дня. Существует распространенное заблуждение о том, что инновациями занимаются исключительно ученые в вузах, научно-исследовательских институтах. На самом деле, поверьте, это не так. Большая часть инновационного бизнеса – это как раз предприниматели, которые вышли не из вузов. Ну, исключением может быть Томская область, Новосибирская. Но как и то, как правило, все-таки это предприниматели, которые занимаются какими-то иными видами деятельности или специально создают компанию, чтобы реализовывать какой-то инновационный проект. Под инновациями понимается не обязательно какое-то научное, фундаментальное изобретение. Это может быть какой-то улучшенный продукт, новый метод производства, новый метод продаж и так далее, и так далее. Поэтому заниматься инновациями не надо бояться. И очень многие даже не знают, предприниматели, что они занимаются инновационными проектами, а значит, могут получить государственную поддержку. О форме государственной поддержки бизнеса и региональной профильной программе рассказала начальник управления развития предпринимательства дипоэкономики Югры Ольга Кашина. Она отметила, что в Югре сегодня более 100 различных форм поддержки предпринимательства в рамках 9 госпрограмм. Кроме того, по итогам прошлого года Югра вошла в число 31 субъекта Российской Федерации, где создана базовая инфраструктура поддержки бизнеса. У нас это целый ряд организаций, от фонда поддержки предпринимательства до центра поддержки экспорта. Первой в России Югра ввела изменения в региональный закон о поддержке бизнеса, введя определение социального предпринимательства. Основные показатели, это по итогам 2017 года, мы видим, что из 77 тысяч предпринимателей у нас 69 тысяч, более 69 тысяч субъектов малого и среди предпринимательства получили ту или иную форму поддержки. И финансово в виде 1400, более 200 предпринимателей получили имущественную поддержку. Конечно, наиболее востребована эта информационная форма поддержки, сейчас более 40 тысяч предпринимателей ее получили. И образовательную поддержку порядка 10 тысяч предпринимателей. После докладов предприниматели получили возможность напрямую пообщаться со спикерами. На совещании присутствовали не только белоярцы, но и представители Березовского и Октябрьского районов. Несколько вопросов были разобраны прямо в ходе встречи. Еще одна встреча ханты-мансийской делегации прошла в Казыме. Здесь гостей встретили представители национальных общин, местные предприниматели, занимающиеся в том числе туризмом и народными промыслами. В первую очередь оленеводством. Плетем вот такие вот арканы, которые пользуются спросом не только у нас, но и на границе. Не только кожаные арканы по старинной технологии, но и национальную одежду, обувь, игрушки, а еще огромный ассортимент сувениров. Вот что готовы предложить казымчане на югорский рынок. Но есть ряд проблем. К примеру, выезд на выставки-ярмарки. Зачастую они проходят в период межсезонья, и люди иногда вообще лишены возможности привезти в столицу Югры свою продукцию, самолетам такой объем не увезти. Кроме того, мастера не прочь обучиться ремеслам на профессиональном уровне, чтобы делать более качественный продукт. Но не у всех есть возможность выехать за пределы района. Один из выходов – организовать курсы на месте, предложили гости. Привезти преподавателя сюда. Но также нужно рассмотреть возможность компенсации для ИП, затрат на проезд к месту обучения. Были озвучены и еще несколько дельных советов. То, о чем вы говорите, с объективным туризмом, будет, конечно, очень интересным. Если все-таки говорить о предпринимателях, тех, которых мы смотрели, чью продукцию, наверное, здесь будет уместна, возможно, действительно, эта кооперация, когда несколько хозяйств кооперируются между собой. Сейчас у нас новый вид поддержки в региональной программе есть, и он реализуется через муниципальное образование, автономного округа, в том числе и Супутский район, извините, Белоярский район участвует в этом. Это развитие товаропроизводящей сети. Как раз ремесленческие, художественные промыслы, то, чем занимаются ваши мастера и мастерицы, предоставляются субсидии как раз на развитие товаропроизводящей сети. То есть это небольшие магазины, небольшие киоски. Казымчане говорили и о том, что в Югре негде выучиться на мастера декоративно-прикладного искусства, костареза, скорняка, в том числе и молодежи. Не учат у нас и на оленеводов и зоотехников. Ближайшее заведение в Салихарде. Такие прикладные профессии, доступные поблизости училища, вот что может помочь, по мнению казымчан, в профориентации сельских детей. В завершении участники встречи обменялись контактами. Ханты-мансейцы зафиксировали вопросы и предложения казымчан. А также пожелали им не останавливаться на достигнутом и развивать свою территорию и дальше. Елена Филиппова, Юрий Орлов, Дмитрий Степенков. Время новостей. Казым. Белоярский.